здравствуйте дорогие мои друзья ну что же тут все мне пишут кошмар медведчука под домашний арест за гос измену друзья мои знаете я честно говоря в украинской политики то честно не силен ну так присматриваюсь конечно и кто такой медведчук вну знаю что он кум путина что путин его там типа греет и надеется что медведчук вырвется к власти ну так сказать плохого не могу ну так какая-то странная физиономия не буду зря клепать не знаю наверное люди с украины лучше знают кто такой медведчук чего ему надо знаете как фильме как как там мими но кто он такой этот медведчук куда он пошел я его говорит первый раз вижу в общем я конечно медведчука не первый раз вижу но то что за гос измену сажают под домашний арест ну как бы слишком мягкая мера то за то что раньше давали вышку сейчас типа под домашний арест может быть и не было гос измена может была кто знает но вот нас с вами не знаю как на украине но вот здесь за какую-нибудь фигню вот там за лишние слова там еще запросто могут упечь ну если не уголовно то административно дать нам такой как говорится срок 10 суток 15 суток а медведчук будет дома сидеть а дом как я у него понимаю не это не кислый скорее всего там есть где и посидеть так сказать искупаться я бы тоже найти ну не хочется под арестом но вот к примеру здесь у себя нам так сказать за городом с удовольствием бы жил здесь ну в не выходил бы за пределы хотя это конечно для меня тяжело но все таки то есть меры лучше чем в камере где-то заседать с какими странными лицами но не важно поэтому про медведчука ничего не скажу но поражает реакция нашего путина знаете он прямо выступил говорит свободу слова щемят на украине политически ангажированные какие-то граждане значит вот чтобы он не прорвался к власти его я думаю ты про кого говоришь ты кума как говорится на себя обратись ты смотри всех всех платушкина посадил навального посадил шамана посадил там всех щемишь кого только можно там разогнал все чтобы набрать навального кому бы говорить как не себе что знаете в своем глазу так сказать бревна не замечаешь а в чужом сайлинку видишь то есть ведешь себя еще хуже чем украинцы абсолютно точно не знаю уж насколько справедливы они понятное дело что я бы тоже знаете закрывать средства какой-то журналистов даже если они вам не нравятся это я за то чтобы все говорили обо всем пусть даже вот даже вот путинская пропаганда да она существует даже к примеру если путина смели на его сторонники примера остались они бы рассказывали что жалко путину что дали пендаль что он повел бы нас мы бы слушали во всяком случае сравнивали если там кто-то другой пришел во всяком случае мы имеем возможность как бы кому-то кто-то нравится кто-то не нравится когда нам диктует кого поэтому тоже я не то что не не за то чтобы щемить медведчука а кстати заметьте странная особенность что почему-то путин так любит иметь иметь медведей собака видно агенты агенты уши навосстрили и слушаю что тут дядюшка мистик тут связь себя правильно защищай защищай и мух отгоняй как бы как как сказал тоже в одном фильме что там смирнов по моему играл да ну так что странная особенность путина иметь медведей посмотрите медведев мишустин михаил этот какого вот этот вот дегтярное было то михаил дегтярёв в этом в хабаровске то есть на сложные места он ставит медведей но кроме того что он их ставит он их крепенько имеет во всех смыслах я бы сказал поэтому и и на россии так сказать медведь хотя вы скажете штамм козел но там медведь козел видимо то есть сочетание одного с другим и даже на украине медведчук интересно какие сторонники путина кого кого бы он поддерживал в грузии наверное какой-нибудь медведидзе в армении имеет мишустян но у нас самих мишустин армии должен должен стать мишустян в америке какой-нибудь это бербер где-нибудь в в израиле кто там забыл как как по и по еврейски тоже тоже какой-то такое слово хорошее на медведи обозначает то есть везде именно должно быть корень медведь тогда путин будет поддерживать странное дело действительно немножко с юмором хотят я смотрю знаете эти медведи какие-то игрушечные ненастоящий что мишустин такой какой-то от горшка два вершка что медведев то есть он больших медведей то боится никаких мать михайловых а вот какие-то у него все время медведи карликова игрушечные плюшевый я бы сказал вообще и грегор медведей сколько их убивают по уси медведей на самом деле а этот гад себе присвоил право везде выставлять вот этот вот образ и грегор медведя разрешали ли ему медведи медведи этом не друзья мне кажется не разрешали поэтому что же смотрим опять же смотрим за за этими чудесами российской но мы видим и украинской политики ну то что медведчука закатали считаю неправильно на самом деле даже даже вот вы скажете да я путин не поддерживаю я его терпеть не могу его просто ненавижу на самом деле но свобода свобода должна быть во всем надо справедливо относиться знаете и к этим так что медведчука как говорится отпустите уж если он ну если он родины изменил то уж так конечно ему тогда в ломите за все пусть ответит за все но не знаю вот люди которые смотрят меня на украине как вы относитесь к этому медведчуку может быть мы поймем в общем медведь он или козел вот медведь он или козел на самом деле если в нем что-то медвежье такое честно откровенной пусть даже не наши или вот он как герб единой россии то есть вроде медведь внутри козел вот эти действительно притворяются медведями а сами козлы то есть маскировка козлы которые одели маски медведей о точно это они то есть мишустин если с него снять маску мишустина то там козлиная морда если с медведева снять маску медведева то там тоже похоже тоже такой пятак такой свиной или козел тоже тут разница странно друзья мои но есть повод для размышлений есть на самом деле ладно пока пока друзья мои